Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу показать, как я буду реставрировать вот такую вот вазу. Дело в том, что она у меня довольно серьезно поизносилась. Раньше она была целиком вот такая вот зеркальная, но сейчас стала, видите, прозрачной. И, к сожалению, я не смогла найти в магазинах такую же вазу и решила найти способ, как я могла бы ее починить. Решила поделиться этим способом с вами, потому что он очень простой и таким образом вы сможете создать довольно интересные и красивые вещи. То есть, как, например, вот эта ваза, или если вы делаете свечи, то вы можете сделать вот такой вот красивый зеркальный подсвечник. Или если у вас есть какая-нибудь стеклянная шкатулка, то вы можете тоже ее так вот покрасить, и будет вот такая красивая вещица. Так что, если вам интересно посмотреть, как это делается, то продолжайте смотреть. Нам понадобятся очень простые инструменты. Первое и самое главное — это вот такая вот серебристая спрей-краска. Также, конечно, нам понадобится вот такая вот маска для того, чтобы не дышаться всякой гадостью. И я еще буду использовать скотч и бумагу. Поскольку красить я свою вазу буду изнутри, то я хочу закрыть все свободные поверхности, которые будут снаружи. То есть, для этого я наклею скотч вот здесь по краю и закрою также низ вазы бумагой. Перед использованием этой краски желательно поверхность не только почистить, но и обезжирить. Я вот для этого взяла ватный тампон с моченной жидкостью для снятия лака и немножко протру буквально внутреннюю поверхность. Заодно жидкость для снятия лака удаляет остатки краски, которые у меня еще были наверху и полностью не слезли. Перед использованием обязательно очень хорошо встряхнуть вот эту краску. На упаковке написано, что даже чуть ли не 5 минут надо трясти ее. Эту краску надо распылять очень короткими нажатиями, то есть буквально пару пшиков строго по центру, если у вас ваза, так же как и у меня. И после этого дать слою высохнуть минут 5 и делать следующий слой. Но понадобится, наверное, где-то слоев 5. Но ни в коем случае не распыляйте слишком много, потому что краска обязательно потечет по краям и снаружи это будет видно. Я только что допустила такую ошибку и пришлось стирать краску и буду это делать сейчас заново. В общем, базовый слой краски мы уже нанесли и теперь мы вазу немного наклоним, потому что когда мы держим баллончик в таком вот положении, то выделяется не так много краски, а хочется все-таки закончить этот процесс поскорее. Несколько слоев краски мы уже сделали, пока еще краска распределилась не очень равномерно, особенно потому что вот здесь по верхнему краю у меня еще был слой старой краски, которую я не смогла снять. Тем не менее, видно, что внизу ваза, где она была совсем прозрачная, уже начинает заполняться цветом и руки, если мы держим вазу, не так сильно просвечивают. Так что еще несколько слоев, я думаю, будет почти готово. Руки я уже помыла, краска очень легко сходит с кожи, но, конечно, маникюр у меня совсем попортился. Давайте теперь посмотрим, что получилось. Ну вот, ваза, по-моему, вообще почти как новенькая. Замечательно смотрится и, по-моему, эксперимент удался. Снаружи ваза, конечно, получилась зеркальная, как и должна была. На упаковке было написано, что внутренняя поверхность, то есть куда мы именно распыляли краску, будет матовая. Так оно и вышло, но, в принципе, это абсолютно не имеет никакого значения, потому что главное это то, как ваза выглядит снаружи. Теперь надо дать ей некоторое время для того, чтобы она окончательно просохла, и после этого можно туда наливать воду и ставить цветы, и она водостойкая, поэтому она не должна будет быстро смываться. Через какое-то время она, конечно, все-таки сойдет, но тогда можно будет снова обновить и снова можно использовать вазу. Судя по расходу краски, этого баллончика хватит мне еще на несколько раз. Я покупала эту краску на Амазоне, но на всякий случай я для вас еще нашла на Яндекс.Маркете, так что ссылки все я оставлю под видео, как всегда, и можете посмотреть там, если вас это заинтересовало. Ну вот, ваза готова, не хватает только цветов. Субтитры создавал DimaTorzok